доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и пишут мне коллеги из города саратова и спрашивают почему так вот у вас методики на сайте распределены все очень просто может быть не с первого взгляда но на самом деле если чуть-чуть остановиться и не бежать дальше по интернету то все становится понятным буквально через 10-15 секунд аналоговая психология цифровая психология давайте покажу что я имею в виду это должны иметь и пользоваться любые люди занимающиеся вопросами психологии это диагностика с чего все начинается и это аналоговая психология это патопсихология это качественная патопсихологические методики без них работать ни один специалист не может это проверенное временем не мною придуманное и проверенное временем повторюсь еще раз методики с 50-х 60-х годов прошлого столетия они доказали абсолютную свою работоспособность надежность прогностическую валидность и так далее это аналоговая психология но знаете если проводить аналогии с музыкой да вот есть аналоговые значит цифровые устройства там я не знаю патефон грамм пластинки так далее так далее там бобинные магнитофоны какие-то и сейчас у нас век цифры но вот без этого до без вот этого не было бы наверное какой-то цифровой музыки это определенный этап развития музыки и вот это определенный этап развития психологии и кто сказал что это устарело что это некачественно ни для кого не секрет что подчас аналоговое звучание каких-то старых записей на порядок выше четче то есть диапазон в герцах гораздо выше у аналоговых каких-то записей подчас нежели у современных mp3 предположим да которые режут часть звукового диапазона воспринимаемого человеком так вот это отнюдь неплохое это не значит что это что старое это плохо без этого работать нельзя без качественной аналоговой музыки не было бы цифровой музыки и повторюсь еще раз аналоговая музыка подчас более качественная вот это аналоговая психология а вот это количественная или цифровая психология все можно выразить в цифрах в графиках диаграммах это современный mp3 качественный хорошо звучащий воспринимаемый хорошо удобный формат музыки до условно говоря да если проводить аналогию с миром музыки и это цифровая психология цифровая личность оцифрованная личность и так далее надо сказать что есть у нас такой раздел разработки lp4 и вот здесь вот пока еще не представлен я надеюсь что в течение нескольких недель ближайших этот тест будет вам представлен будет целая эпопея по поводу него он будет представлен бесплатно раздаваться будет бесплатно на определенных условиях вот это тоже цифровая психология и надо сказать что книга которая будет идти в комплекте вот с этим тестом она так и будет называться оцифрованная личность то есть вот то что мы видим аналоги аналоговая музыка аналоговая психология и здесь уже цифровая психология равно как и вот этот самый тест нлт пока у него такое рабочее название она скорее всего будет изменено ну и соответственно продолжая вот эту тематику методики те необходимые методики то ядро которым пользуется любой грамотный психолог диагност будь то медицинский психолог будь то просто психолог занимающийся диагностикой иметь меньше вот этих методик нельзя а больше уже не нужно других надежных и проверенных методик нет это уже материальное воплощение если угодно цифровой психологии берем и работаем вот вкратце о чем не задали вопрос почему так расположены методики я попытался на него ответить как я это вижу в метафорическом смысле некоторым пожалуй на этом все благодарю за внимание и удачи вам